Игорь Костров Мозырь очень похож на мой город Бендеры, в котором я живу, в котором я родился. Но тоже компактный, маленький, также речка, только Днестр, набережная, ну все близко, доступно. Ну вот и все, я как будто бы себя дома, можно так сказать. Было классно там, что сказать. А когда уже ушел, нужно было просто что-то уже менять, мне кажется, что, можно сказать, задержался, чтобы где-то прогрессировать. Ну вот и ушел в Гомель, что-то новое открыл из себя, так же, как тот же Кубок завоевал с Гомелем. Значит, не зря ушел, я не знаю, и сделал как шаг вперед, я так думаю. Игорь Костров провел 5,5 лет в Славе. Расставаться было непросто, но вот уже второй сезон он игрок зелено-белых. Здесь стал капитаном команды, выиграл трофей, дебютировал в Еврокубках, а также привлек внимание тренеров сборной Молдовы, за которую дебютировал и исполнил давнюю мечту. Это первый для меня Кубок. Мне там не 20 лет, и это были очень классные эмоции. Первый для меня, когда ты выиграешь Кубок, поднимаешь над собой, не знаю, бегаешь там вокруг стадиона, и болельщики с тобой так же радуются. И, ну, даже не знаю, как передать, это было очень классно. Для каждого футболиста, который с самого детства только он знает, что он проходил ради того, чтобы поднять Кубок над собой. Это не только, как многие говорят, там, футболисты, это, не знаю, отдыхает, пустые деньги, там, ему платят, там, не знаю, большие, кому маленькие. Они же не знают, сколько было, не знаю, бессонных, там, ночей, тренировок, крови, не знаю, пота, кто-то там в 10 встает, в 12, а ты в 6 утра встаешь и идешь бегать. Ну, это непросто. Но это только футболисты, может, так понятно, мне это кажется. Ну, или спортсмен. Минувший сезон Гомель завершил на четвертом месте. Но болельщикам запомнился искрометный футбол и уникальное празднование голов. Игорь был одним из вдохновителей тех незабываемых перформансов. В принципе, 4-0 ничего не влияет, это не то, что когда 0-0, да, может, в принципе, хоть кто хочет пробить, да. Ну, и подбежало сколько там, три человека, и начались, кто будет бить. Ну, я предложил, давайте на камень и ножницы, и получается, кто-то еще четвертый подключился. Ну, и я выиграл с первого раза, и еще и забил, оказывается. Ну, значит, так и должно было быть, чтобы я должен был выиграть на камень и ножницы, и еще и забить. Перед новым чемпионатом состав зелено-белых обновился почти полностью. Поклонники клуба били тревогу, но перезагрузку стоит признать успешной. Как это получилось? Тренинский штаб подобрал тех футболистов, которые, единомышленников, которые играют в тот футбол, который тренер хочет видеть. Мне кажется, что мы очень, в принципе, сколько там, 4-5 месяцев, ну, очень быстро сыгрались. И, в принципе, не надо им много, кто игровик, старается играть в футбол, не надо им, в принципе, много времени, чтобы сыграться. Сыграться все равно в голове, в ногах, ну, друг друга понимаем. Есть в богатой биографии Кострова и весьма нестандартный поворот. Поиграв в начале карьеры в Израиле, затем он отправился в США, где присоединился к клубу МЛС Kansas City Wizards. Был полгода, хотели меня выкупить, но проблема была у меня с английским. На тот момент я ехал, вообще слова не знал, два-три слова знал. И это повлияло, потому что было очень тяжело общаться, не было ни русскоговорящих, вообще никого не было. Я очень хотел домой. Я думаю, что если бы я справился, у меня бы жизнь пошла бы полностью по-другому. Я бы думал, что осталось там, потому что уровня футбола, понимания, мне забыла, 21 год. В физическом плане, ну, понимание, я набрал форму очень хорошую. И там футболисты приезжали, чтобы понимали, там, с Арсенала Лондонского. Один парень с Челси приехал. Ну, там футболисты были, ну, очень сильные. Через два или три года, ну, они выиграли чемпионат МЛС. Я мог бы быть в этом числе. Но, вот это, думаю, что можно занести мою, ну, футбольную ошибку, которую я сделал. Жалеть о прошлом бессмысленно. Тем более, когда впереди еще множество амбициозных целей. Вроде мы нащупываем вот нашу игру. Если мы будем ее улучшать, я думаю, что можем забраться, ну, может быть, как закончили в прошлом году. Может, плюс-минус туда или туда, я не знаю, там, пятая или четвертая или третья. Хотелось бы в это верить, если мы будем продолжать играть в ту игру.